Я очень люблю свою работу. Люблю снимать сюжеты на любые темы. Ведь даже обыкновенное заседание корреспондент обязан осветить так, чтобы зрителю было интересно, а самое главное понятно, о чем идет речь. Но что больше всего приятно для меня, что греет душу и дает творческий посыл, так это программы и новости про православные праздники и храмы. Поэтому предлагаю посмотреть вам сюжет о возвращении колоколов на колокольню Красковского храма Владимирской иконы Божией Матери. Этот великий подарок православные верующие получили в канун Пасхи, Светлого Христового Воскресения, которое в 2015 году отмечалось 12 апреля. Утро в храме началось с божественной литургии, а затем его настоятель, протеерей Михаил Лебедев, отслужил молебен освящения колоколу. Прихожане с благоговением слушали батюшку, молились вместе с ним и ожидали самой главной части молебна, окропление святой водой шести колоколов, которые находились еще внутри церкви. Этого дня красковчане ждали долгие 83 года. Ведь даже после восстановления церкви Владимирской иконы Божией Матери и ее торжественного освящения колокольня пустовала. Ее колокола в 1932 году были сняты и отправлены на переплавку. Во дворе храма уже все было готово к установке колоколов. Передвижной кран начал медленный подъем самого большого из них. Шесть колоколов заняли свое место на колокольне. Прихожане с замиранием сердца вслушивались в первые, пусть пробные, но такие долгожданные звуки благовеста. Для нас, для верующих, для православных людей это значит, что вера жива. Прежде всего храмы открыты. Народ населяет не только города, поселки, но и посещает храмы. Открывает свою душу, открывает свое сердце для того, чтобы впустить Бога в себя. А колокольный звон напоминает о том, что у нас есть совесть, о том, что у нас есть чувства, которые должны пробуждаться. И колокольный звон как раз пробуждает нас, делает лучше, чище. В Красковском храме наконец-то появился голос. Теперь перед священнослужителями стоит задача найти хороших звонарей. Ведь процесс освоения техники колокольного звона сравним с занятием музыкой, где требуется внимательность и терпение. Ольга Щевелева, Андрей Пластунов, Люберецкое районное телевидение. Новый год – это праздник семейный. И поэтому, когда нам предложили выбрать лучший сюжет за год, мне вспомнилась наша поездка в Муром, куда мы отправились освещать новый праздник для нашей страны – День семьи, любви и верности. Предлагаю вам посмотреть этот сюжет прямо сейчас. По традиции, главные события и Дня семьи, любви и верности проходят на исторической родине праздника в Муроме. Жители и администрация округа очень гордятся тем, что именно они были удостоены чести знакомить соотечественников с новым всероссийским праздником. Как было уже сказано, наш город Муром в восьмой раз будет встречать гостей из различных регионов России, которые приедут на этот праздник. Судя по прошлому году, по скромным подсчетам, наш праздник посетило более 100 тысяч человек. Это почти все население города Мурома. Надеемся, что в этом году будет не меньше гостей. Организаторы приготовили обширную культурно-познавательную программу, состоящую из двух частей. В первой половине дня можно было увидеть отдельные фрагменты жизнеописания святых благоверных Петра и Февронии Муромских. Гостям предложили сначала окунуться в атмосферу, в которой жила до замужества Феврония. Так называемый деревенский быт. Далее всех пригласили уже на княжеский двор. Здесь можно было увидеть выставку костюмов, доспехов и оружия, посмотреть, как проходили бои и даже попробовать себя в роли русского воина. Встречали гостей сами хозяева торжества Петр и Феврония Муромские. Дорогие россияне, мы, Петр и Феврония Муромские, хотим пожелать вам в день семьи, любви и верности, счастья, любви, благополучия, терпения и всего самого-самого светлого и радостного, и чтобы мир был над вашей головой. Любите друг друга. Удачи вам. Более 500 мастеров из 20 регионов нашей страны продемонстрировали гостям, как на Руси выглядели и работали различные ремесленные мастерские. На протяжении всего праздника на центральной площади города работала ярмарка народных промыслов. Я не впервые в Муроме и не впервые именно на праздновании Дня семьи, любви и верности. Я хочу сказать, что в прошлом году мне кажется, что людей было меньше и настроение было менее праздничным, что ли. В этом году все совершенно по-другому воспринимается. Я очень рада быть здесь. В рамках праздника в Свято-Троицком женском монастыре, где хранятся мощи святых Петра и Февронии Муромских, прошел молебен. В богослужении приняла участие не только председатель Оргкомитета праздника и президент Фонда социально-культурных инициатив Светланы Медведева, но и ее супруг, премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. ПЕСНЯ Ближе к вечеру в Муром стали проезжать артисты российской эстрады. Местные коллективы изменили столичные коллеги. В праздничный вечер вели супруги Стриженовы. Именно эту пару жителей города Муромы выбрали путем интернет-голосования. Вы растите детей, выносите трудности, но в то же время светитесь счастьем и любовью. Улыбаетесь, несмотря ни на что. В этот вечер на сцену выходили Надежда Бабкина, Алсул, Игорь Николаев и другие популярные артисты. Многие из них бросали со сцены букеты ромашек. По их словам, те, кто поймает цветы, обязательно найдет свое личное счастье. Ольга Чуканова, Дмитрий Куликов, Люберецкое районное телевидение. В 2015 году за период моей работы на ЛРТ было много разных событий, интересных и сложных. Но в Новый год хочется вспомнить что-то доброе, милое и даже чуточку волшебное. А как еще, если не маленьким чудом, можно назвать событие в жизни малаховской школьницы, которая просто написала письмо президенту России, а в ответ получила щенка, о котором давно мечтала. Она заметно волнуется и прижимает к груди нового друга. Такого внимания к себе шестиклассница Злата, конечно, не ожидала. Ее письмо прошло три ступени власти – администрацию президента Московской области и Люберецкого района. Злата взрослеет. Я думаю, теперь она будет взрослеть вместе со щенком. Я думаю, что она найдет, как правило, и дрессировать, и кормить. Здесь определенная наука. Я думаю, что мы поможем, вооружим книгами. Я думаю, что немножечко жизнь с сегодняшнего дня у Златы будет другой. О собаке, причем именно породы, йоркширский терьер Злата мечтала с пяти лет. К своему 12-му дню рождения просила маму купить ей питомца. Однако щенок стоит дорого, и мама не могла сделать дочери такой подарок. Тогда Злата решила написать письмо президенту. По телевизору смотрела, что Владимир Владимирович Путин якобы не отказывает детям в просьбах подарить им щенка, что он никогда не отказывал. И его еще иногда называют волшебником. Мама Златы Елена, хотя и удивилась, но затею дочери поддержала. Тем более, что к воспитанию четвероногого друга девочка обещает подойти со всей ответственностью. Я вот очень хотела надрессировать собаку. Вот самая первая команда, которую я хотела научить, это чтобы вот фас. По паспорту щенка зовут Джейми, однако Злата хочет дать ему другое имя. Правда, какое именно, девочка еще не придумала. Наталья Григорьева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. Я работаю на Люберецком телевидении недавно, но уже успела оказаться в центре самых интересных событий города и района. Я узнала, что находится за дверью операционной, о чем говорят депутаты за круглым столом, как живут школьники и пенсионеры. Но приятнее всего было разделять радость побед вместе с вами. Поэтому мой самый любимый материал о Люберецкой девушке Евгении Изотовой, прошедшей в финал Всероссийского конкурса красоты «Мисс Офис-2015». После нескольких месяцев отбора 25 красавиц из 17 городов России будут бороться за корону победительницы и за главный приз – 1 миллион рублей. Люберецкое районное телевидение выступило информационным партнером мероприятия и болеет за Евгению Изотову – девушку, которая будет представлять Люберцы на этом конкурсе. Хотим пожелать ей победы, но даже если победы не получится, не стоит переживать, не стоит расстраиваться, участие уже в таком конкурсе – это уже победа. Женя, вперед! А мы, Люберецкое районное телевидение, тебе только поддержим. Прямо сейчас мы с вами заглянем в святую святых, в гримерку, и узнаем, как девушки готовятся к выходу на подиум. Образы конкурсанткам помогают создавать профессиональные стилисты. Самое главное – подчеркнуть индивидуальность. Евгения Изотова – секретарь в крупной компании. Она уверена, ее особенность – это лидерские качества. Увидела статью, заполни анкету, встань в мисс офис. И мне коллега говорит, что не хочешь попробовать? И вот они – первые минуты шоу и первые красавицы этого сезона. Далее – творческий конкурс. Зритель хоть и искушенный, но все-таки русский. И чем же его еще порадовать, как нехорошей кадрилью? Тем более, что красные девицы на сцене, как ни в сказке сказать, ни пером описать. И, наконец, самый пикантный момент шоу – дефиле в купальниках. Все девушки придерживаются здорового образа жизни, активны и занимаются спортом. Именно поэтому могут без стеснения пройтись по подиуму в пляжных шортиках. Господь, когда создал в России женщин, то есть девушки, он был в настроении. И у него было много свободного времени. Он тщательно так сделал и собирал всю свою красоту в одно. В одном. И это получилось российские женщины. Торжественная церемония награждения. Долгожданная и волнительная. Евгения Зотова получает титул «Мисс Бизнес Леди». На ее лице счастливая улыбка. Ведь статус этой номинации почти не уступает статусу «Мисс Офис». «Бизнес Леди» уже по своему определению – это успешная деловая девушка. Да и победительница на этом конкурсе только одна – красота. Яна Яковлева, Александр Орлов, Люберецкое районное телевидение. За 9 месяцев работы на Люберецком районном телевидении я пришла к выводу, что больше всего мне нравится делать опросы. Пожалуй, особенно я запомнила опрос о дне отказа от автомобиля, потому что работать пришлось практически в экстремальных условиях. 22 сентября – Всемирный день без автомобиля, в который автовладельцам предлагается хотя бы на один день отказаться от использования личного транспортного средства. Водители крупнейших городов планеты пересаживаются на общественный транспорт, велосипеды или просто ходят пешком. А готовы ли это сделать люберчане? Узнаем прямо сейчас. Если бы все пересели, я бы пересел. Но все они пересятут. Я в прошлом году в день без автомобиля простоял в пробке 8 часов. Да, мы откажемся, мы будем участвовать на велосипеде. В области живем, а работаем, можно сказать, в городе. Ну, невозможно пересесть ни на что другое. Ни на велосипед, ни на самокат. К сожалению, метро близко нет. Вот в чем проблема. Готов. Что, на чем будете передвигаться? Пешком. На самокаты. Готовы. Нет. Почему? Потому что я работаю на машине. Ну, понадобится, да, откажусь. На чем будете передвигаться тогда? На метро. Да, завтра без автомобиля. Весь день в лесу. Как показал Ашапрос, мнения жителей города разделились. Половина опрошенных готовы пересесть с автомобиля на альтернативные виды транспорта. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова